В целом вот эта вот система конкурсов, она вовлекла в свой оборот около 8 тысяч работников предприятий Уральского федерального округа. Это во всех областях, которые входят в этот федеральный округ. Это Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курнанская, Фантомансийский и Малангийский округ. То есть достаточно значительное количество людей приняло участие на различных уровнях. А я вам напомню, что уровень проведения конкурса было 3. Это уровень предприятий объединений производственных, уровень региональный и уровень уральского проведения конкурса на уровне уральского федерального округа. Практически в каждом субъекте уральского федерального округа проходили какие-то этапы. У нас в региональном этапе приняло 84 человека. Это, понятно, для тех, кто оказался лучшими на уровне предприятий и производственных объединений у нас в области. 84 человека из 58 организаций в Тюменской области. Достаточно, на наш взгляд, широкое представительство. 27 призеров нашего тюменского регионального этапа конкурсов приняли участие в заключительных этапах конкурса по соответствующим номинациям на уровне уральского федерального округа. Результаты этого выступления представляются достаточно весомыми, потому что 10 призовых мест оказалось у представителей различных профессий и специальностей в Тюменской области. Ну, это может, наверное, свидетельствовать о том, что мы неформально подошли на территорию области к проведению такого конкурса. Это действительно были конкурсные соревнования на всех этапах, которые они проводились. И это были реальные задания, реальные конкурсы, состязания, которые позволили, наверное, отобрать лучших для участия на уровне уральско-федерального округа. Вот не знаю, кто из вас присутствовал или нет, но какие-то представители каких-то СМИ наших тюменских присутствовали на заключительном этапе 22 января в городе Нижний Тагил. Но действительно, по моему восприятию, я был кандидатом нашей делегации Тюменской области, и по восприятию всех, кто присутствовал, это действительно был праздник, который был организован в честь людей труда и в честь тех профессий и специальностей, и в целом людей, которые работают на конкретных производствах и занимаются конкретной деятельностью. Продолжение следует...